Сомневаться в целесообразности строительства в Мустамяе современного центра здоровья не приходится. Именно центр здоровья называли жители в числе главных приоритетов во время опроса наряду, кстати, с кинотеатром, который уже был открыт. И вот столичные власти пошли навстречу мустамяйцам, заложив краеугольный камень будущего медицинского учреждения, которое именуется многопрофильным. Ведь здесь будет многое от приема семейного врача и проведения анализа в собственной лаборатории до посещения врача-специалиста. В своей речи старейшина мустамяя отметила, что старая поликлиника, на месте которой будет возведен центр здоровья, настолько обветшала, что специалисты посчитали, что ремонтировать ее уже не было никакого смысла. По Польше надо было бы. Мы очень довольны, что и это будет. Потому что в Мустамея живет 68 тысяч человек, и все, конечно, сюда не помещаются. А это уже нам надо было бы. Потому что здоровье – это самое важное. Конечно, строительство доставит и некоторые неудобства для местных жителей. Ведь врачи-специалисты прежней поликлиники, которая была закрыта в середине июля прошлого года, сейчас временно принимают в других подразделениях Леонеталинской центральной больницы. Таких, как, например, медицинский центр в Хаберсте, поликлиника Мериместа, медицинский центр в Ными, Коплевская поликлиника и поликлиника в Пельгулинно. Понятно, что такой разброс по всему городу крайне неудобен. Да и пациенты должны постоянно обращать особое внимание, в какую из этих больниц им назначается прием. Но все эти трудности окупятся, что называется, с лихвой. Здесь будут работать и специальные врачи. То есть это будет место, где можно получить все услуги в одном месте. Я думаю, что это самая главная часть этого проекта, чтобы у жителей, муста, была бы возможность идти в одно место и получить все требования, которые есть к поликлинику. Центр здоровья, на строительство которого выделено около 6 миллионов евро, по плану распахнет свои двери к концу нынешнего года. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.